на первой лекции немножко поговорим о том что такое синергетика и откуда она взялась исторически современной науки как изменилась наука наши дни до такой степени что понятие синергетики и вообще синергетическая парадигма стала неизбежна в ней и почему она теперь без нее больше не обходится и как старая классическая наука еще до возникновения синергетики без нее обходилась в целом когда спрашивают что такое синергетика я говорю что это наука хаосе самоорганизации ну хаос здесь можно обычно исключить но когда мы говорим о каких-то таких энергетических аспектах там всегда присутствует хаос хотя бы в определение изначально не входит входит определение только самоорганизация сложных системах вот и к вот этой вот науки которая включает в себя процессы организации привело прежде всего наверное усложнение научной картины мира и появление эволюционного принципа в ней которые биология играла в общем наверное самую ключевую роль вот как наука в которой эволюционная парадигма лежит в основании науки вообще если сравнить современную науку с классической ну или просто рассмотреть чем была наука классического периода ну там начиная с с открытия ньютона и еще первых открытий которые описывались математическими формулами классическая наука ее можно представить как науку идеального то есть это было в кле 2 геометрия это было вот это вот небесная механика изобретенная ньютона в свое время которое рассчитывала законы идеального равномерного равноускоренного движения это было диалоги и биологическая систематика которая пыталась на основе широкого и беспрерывного разнообразия форм выделить какие-то обобщенные идеализированные общие элементы для групп организмов и на основе этого и как-то пытаться систематизировать ну в общем то что и сейчас делают ну это и логично это и правильно и как она применялась опять же это наука идеального времени это была наука вот этих вот первых создаваемых индустриальной революции механизмов которые все сплошь состояли из эвклидовых форм то есть из этих эвклидовых форм классической диаметрии которые все изучают в школе вот с идеальными кругами квадратами треугольниками отношениями к сторон и прочим и прочим и прочим как говорил этот писатель в сталкере а bc равно а штрих б штрих цех штрих скучно говорит мир скучно и и все вот эти вот явления которые описывала наука классического периода эти явления были устойчивыми равновесными порядочными явлениями то были упорядоченные системы либо они просто описывались как линейные как равновесные и как упорядоченные такова была методология такого был как бы взгляд на устройство природы вот они все проявляли линейное поведение для них для всех было характерно линейное поведение то есть задав начальные параметры и знаю формулу по которой это движение развитие этой системы происходит можно было рассчитать их развитие или там их движение и положение в пространстве за любой промежуток времени причем как прошлое так и будущее эти все процессы они были симметричного времени мы просто формуле ну то есть там не было даже формулах не было возможности задать какую-то временную это направленность симметрию мы просто ту же самую формулу знак плюс на минус меняем и просто рассчитываем в обратную сторону вот ну то есть любое такое вот равномерное равно ускоренное движение его можно отобразить будет на графике как бы такой прямой линии и дальше мы эту линию можем аппроксимировать достраивать дальше бесконечность совершенно там даже и рассчитывать ничего не нужно вот это движение линейные движения которыми оперировала классическая наука но всегда вокруг человека существовал реальный мир который не очень на самом деле описывается формами эвклидовой геометрии потому что вокруг нас существуют там облака горы живые существа опять же которые гораздо сложнее всех этих линейных движений эвклидовых форм и экологические сообщества и колебания численности популяции человеческий мир всего социологии экономикой с экономическими спадами подъемами все этими хаотическими кривыми динамики рождаемости цены прочее 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 вот это же все какие-то совсем не линейные процессы и это совсем не так просто описываемые явления как равномерные и равно ускоренные движения небесных тел вокруг своих вокруг солнца который описал ньютон свое время ну и современные химические реакции с очень нелинейными непредсказуемым взаимодействием иногда десятков или сотен ингредиентов а в наше время это информационные технологии с такими сложными устройствами и сетями устройств что они начинают проявлять свойства которые создатели в них не вкладывали ну и обучение самообучение том числе искусственного интеллекта тоже такие системы черного ящика которые как бы происходят по заданным алгоритмам но сами по себе эволюционируют и дальше становится непонятно что внутри них происходит мы имеем дело уже саморазвивающимися системами вот когда-то мир был вообще принципиально прост потому что как факт предполагалось что он создан богом и так как его воля непредсказуема и непознаваема для человеческого разума то его просто можно не ставить можно расслабиться и вот первую серьезную режь в таком религиозное мировоззрение западной культуре пробили пробили открытие ньютона как раз вот который для описания движения планет использовал несколько формул достаточно простых и оказалось что планеты подчиняются этим формулам беспрекословно вот то есть волюнтаризм божьей воли тут никак не проявлялся и от теории бога ньютону уже можно было отказаться но потом его работы дополнил доделал усовершенствовал его формулу усовершенствовал лаплас и вот он как раз тогда ему и принадлежит это фраза известная фраза когда его король спросил император спросил где там бог его формулах он говорил что сказал что он не нуждается в этой теории вот и это открытие ньютона как бы абсолютной беспрекословности работы физических законов по которым движутся небесные тела она породила идею мира как заводной игрушки то есть она породила идею так называемого детерминизма полной предопределенности и потом после ньютона эту идею как философию развил пьер лаплас французский астроном математик философ вот ну на самом деле они были по крайней мере ньютон был в общем то обычным христианином вот только уже с немножечко продвинутым религиозным мировоззрением пытался математически как-то вычислять там все что написано в библии и в других текстах переводил с древних языков всякие тексты пытался там вычислить дату конца света как все христиане и и всегда ждали вот но тут его уже религиозное мировоззрение было больше похоже на религиозное мировоззрение всех остальных ученых последующих времен то есть на ведантизм или буддизм то есть это не какой-то личный там мужчина который сидит где-то на небе просто они были вдохновлены бесконечной сложностью красотой мироздания которые изучали и для них как восточных религиях бог был в каждой частице мироздания ну и проявлял свою как бы бесконечную мудрость через сложность красоту и совершенство природы которые они видели которые уже пытались познавать вот но он ньютон в своих началах так называемых началах познания который написал несколько книг он уже создал основание того что стало научным позитивизмом то есть и дожила до одну в определенном смысле эти основания абсолютно фундаментальные они будут вечно но в своем чистом виде дожила наверное этого крайне мере начала двадцатого века вот вот например он первых свои в первых правилах своих книг начал постулировал такие правила научного познания первое правило не должны принимать природе иных причин кроме тех которые истинны и достаточны для объяснения явлений природа ничего не делает напрасно а было бы напрасно совершать многим то что можно сделать меньше то есть это как бы бритва окама то есть ну или там энергетической целесообразности все все процессы происходят на тиски наиболее выгодным путем говоря нашими словами или четвертое правило в опытной физике предложение выведенные из совершающихся явлений с помощью наведения индукции несмотря на возможность противных им положений должны быть почитаем и заверны в точности или приближен то есть положение выводимые из наблюдаемых явлений пока не обнаружится такие явления которыми они еще более уточняются вот несмотря на возможность противных предположений то есть если вы теоретически придумали какую-нибудь другую теории и она не совпадает с тем что мы наблюдаем экспериментально мы должны принимать ту теорию которая подтверждает экспериментальные наблюдения для нас это очевидно но в то время субъективно от объективного и такие элементарные вещи в познании они еще были это то есть еще было время идеалистического мировоззрения они еще были не очевидны ну и потом это такие очевидны для нас принципы легли в основу позитивистского научного мировоззрения которое постепенно постепенно к двадцатому веку начало себя изживать например биографии причем она начала жевать изживать себя и научно и культурно например в в автобиографической книге на рубеже веков андрей белый который который у папа был у него настоящая фамилия бугаев у него папа был деканом матфак мгу как раз конце 19 начала 20 века он описывает как бы песни вела застойный дух тогдашней науки которые связывают с застоем старого позитивизма науки и весь тот пульт бы ты и всю ту среду и вот согласно концепции начатой ньютоном и продолженной лапласом если мы не можем что-то предсказать в природе то это происходит только от недостатка информации о начальном состоянии объекта и законов ее движения то есть если мы соберем всю необходимую нам информацию о законах управляемых движениями всех тел всей материи нашей вселенной и зададим в эти формулы точно начальное состояние этих систем то мы сможем просчитать абсолютно все во вселенной первого ее мгновение существования до последнего вот какой-то неопределенности случайности свободы воли в таком мироустройстве существовать не может это мироустройство абсолютно полного детерминизма лаплас так и писал мы должны рассматривать современное состояние вселенной как результат предшествующего состояния и причину последующего разум который для какого-то данного момента времени знал бы все силы действующих природе и относительное положение всех ее частей и если бы он кроме того был достаточно обширен чтобы подвергнуть эти данные анализу он обнял бы единой формуле движение самых огромных тел во вселенной и самого легкого атома для него не было бы ничего неясного и будущее как и прошлое предстало бы у него перед глазами сейчас такое абстрактное существо которое обладает все информация вселенной называется демон лапласа но такой абсолютный детерминизм он порождал в том числе так называемую дилемму детерминизма которая предполагала отсутствие как бы свободы воли и отсутствие какого-то вообще смысла в проявлении какой-то активности например для человеческой деятельности если все предопределено сначала и до конца но с другой стороны откуда может взяться непредопределенность ну то есть разве это не будет нарушение физических законов природы которые абсолютны и которые в общем-то не нарушаем и в этом вряд ли кто-то сомневается но здесь можно принципе теоретически если подумать мы можем придумать три типа неопределенности которые могут существовать в нашем мироздании вообще в принципе первый тип неопределенности это ну какая-нибудь непознаваемая неопределенность религиозного типа ну то есть предположить что например человеческий дух человеческий разум способны выйти за пределы причинно-следственных связей стать абсолютно свободными и породить какое-то действие самой минимальной степени породите самих себя как абсолютно принципиально свободные существа причинно-следственных связей этого мира вот ну то есть это тип неопределенности характерным для религиозного мировоззрения вот другой тип неопределенности который оставался и мировоззрение детерминизма и в концепции лапласа это неопределенность временная чисто техническая когда мы просто еще не до конца знаем измерили начальные состояния элементов исследуемых нами систем и не до конца познали все законы движения материи и поэтому мы просто временно имеем эту неопределенность как неопределенность человеческого понимания знания но когда-нибудь мы это знание получим и тогда это неопределенность исчезнет но существовал и третий тип неопределенности этот тип неопределенности возникал из-за того что мы можем даже если мы например знаем формулу по которой развивая идет развитие системы и мы примерно знаем начальное положение системы ну там положение пространстве импульс движущегося объекта и прочее его характеристики но мы же знаем их только до определенного знака после запятой мы же не можем уточнять эти начальные характеристики задавать начальное состояние писанного объекта до бесконечности а также после запятой бесконечный ряд цифр ну то есть он уже никогда не бывает ну абсолютно какое-то целочисленное значение вот мы можем задать до какого-то знака после запятой в неважно до какого до 5 10 10 но это всегда будет аппроксимация это всегда будет дальше огрубление неполные неточные данные и потом мы запускаем расчет этого процесса и это не точно странно или поздно она она растет и она придет к тому что то что мы будем получать в расчетах будет отличаться от того что продолжает происходить в реальности и до конца абсолютно точные значения начального состояния системы мы наши формулы даже если будем иметь подставить никогда не сможем потому что это будет бесконечный ряд чисел после запятой для каждого элемента системы то есть для такого компьютера который бы абсолютно точно обработал движение всего во вселенной или даже какого какой-то одной системы во вселенной ну ну но действительно на бесконечный промежуток времени развитие этой системы это нам нужен будет компьютер опять же размером со вселенной для того чтобы вместить туда весь этот ряд начальных значений абсолютно точных с бесконечным рядом цифр после запятой вот то есть здесь с одной стороны это неопределенность как бы как и случае детерминизма порождена нашим незнанием точного состояния начального состояния системы на другой стороны в отличие детерминизма это незнание она принципиально неразрешима то есть согласно такой концепции по неопределенности мы все-таки никогда не сможем рассчитать все во вселенной начального ее момента существования до конечного вот то есть это принципиальная неопределенность которая всегда была и будет свой свойственно нашему познанию и на этой неопределенности уже основывал свою философию и свою математику в двадцатом веке другой математик анри понкаре тоже француз но уже совсем другой эпохи но это как бы начало и конец позитивизма пожалуй лаплас и понкаре вот но то есть позитивизм смысле таких основных концепций которые навсегда будут науки он и сейчас есть но позитивизм том числе он был как бы аналитично не синтетичен и он отрицал философское знание он был как бы грубо эмпиричен вот двадцатом веке уже пошли такие теории которые мы просто очень сильно абстрактны очень сильно философски ну и кстати одна из таких теорий в том числе это теория биологической эволюции которая не удовлетворяет своей основной части классическим требованиям научного знания вообще например научное знание всегда опирается на наблюдение и на повтор этих наблюдений вот эволюция она однонаправленные необратимо и им маг на макро уровне ненаблюдаема потому что слишком долго это все происходит ну и глобальные вот эти вот космологические теория они тоже уже как бы имеют тренд в сторону какой-то философского переосознания реальности вот это не уже нечистая эмпирика хотя они как и позитивизм на и тонкие эмпирику операции вот он карри пожалуй возможно самый величайший ученый математик и вообще ученый всех времен и народов он у него есть несколько книг посвященных научной философии научного мировоззрения которые он развивал ну и очень многие такие процессы самоорганизации нелинейного неустойчивого поведения сам математический аппарат работают с такими системами разработан конкера не он был один из последних математиков которые принес большой вклад вообще практически во все разделы математики это было время ну где-то первой половины двадцатого века она в общем то уже практически закончилась чтобы человек мог работать во многих направлениях науки сразу и везде оставить свой заметный вклад физики последним таким был вандау скорее всего вот в математике панкара и он отошел от идеи детерминизма и ввел в науку понятие конвенционализма которая предполагает что мир его как бы чисто виде вообще не познаваем и у нас нет возможности и способности описать внешнюю реальность как бы саму по себе в ее какой-то первозданной форме мы описываем только рефлексии в нашем сознании и описываем только словами и тот образ реальности которые возникают у нас в сознании которые мы оперируем оперируем он зависит от того как мы на него смотрим как мы увидим как мы выражаем том числе как мы его описываем если мы описывали договорились описывать реальность одними терминами то она будет представить нашему сознанию соответствующим образом если другими будет представить каким-то другим образом это совершенно фантастическая идея которую можно просто привести примеры и и мистическом и в научном мировоззрении то есть это в общем совпадает из философии дона хуана наверное и и но с этим самому кастанеды и с буддизмом и и с научным мировоззрением тоже потому что мы можем например описывать одну и ту же систему языком разных наук и описывать ее одинаково эффективно например у нас просто система какого-то объема газа мы можем описывать ее с точки зрения квантовой физики рассматривая отдельные атомы или молекулы газа с их там электронными орбитальными оболочками как они движутся по отдельности там отталкиваются сталкиваются отталкиваются друг от друга передают энергию при каждом ударе каждой молекуле друг от друга ну и построить такую модель и на основе ее вычислить как вот этот объем газа целиком функционирует что-то разделы физики термодинамики описывать ее понятия не плотности температуры и объема там тоже свои форму там уже не участвует отдельный атомы или молекулы участвует весь объем целиком но эти формулы тоже прекрасно идеально описывают то что происходит в этом объеме газ то есть различные подходы дают нам разные картины мира и в общем то каждый из них может быть ну методологически один более эффективно другой более трудоемки для описания но в принципе мы с помощью них можем описывать как бы это самое совершенно достоверно то что мы видим природе какие-то эмпирические наши знания не вот ну это уже это уже начал двадцатого века это уже практически наше время вот это уже классические практически ученые вот он где-то 1 10 до первых десятилетий двадцатого века анри понкаре дожил вот его кузен был этим самым президентом во франции понкаре тоже до 1920 года вот ну а все начиналось вот с лаплас а лапласа это было время французской революции время наполеона и все те периоды по класс тоже пережил но под вас был из крестьянской семьи поэтому его не гильотинировали во время этого французской революции он не пережил как человек с правильным происхождением потом он принимал экзамены наполеона вот потом он при наполеоне даже две недели был министром внутренних дел вот то есть ну наполеон оценивал его его труды не вот ну и потом он был президентом академии в общем сделал очень долгую большую карьеру вот так вот это все среди французов вращается вот когда в науке появилась признание как бы неизбежности рассматривать принципиальную непредсказуемость неопределенность понкаре с этим уже непосредственно сталкивался и он уже описывал вероятностные процессы которые невозможно предсказать ну то есть накопление знаний в науке постепенно вот тут восемнадцатого века двадцатого она привела физиков математиков к рассмотрению более реалистичных движений поведение эволюции каких-то более приближенных к реальности тел которые невозможно предсказать и описать настолько просто насколько просто мы описываем там движение шестеренов часового механизма или движения паровоза полностью состоящих из каких-то линейных схем линейных взаимодействий все это привело привело к признанию как бы принципиальной непредсказуемости даже простых физических систем и это признание принципиальной непредсказуемости которая все-таки существует природе она легла основу нового научного мировоззрения где хаос непредсказуемость и свобода выбора оказались необходимы для процессов самоорганизации которые лежат например в основе в том числе биологической революции вот так что то сейчас это это не перепутанные эти самые вот вот это это ключевой ключевой тот самый элемент нашей нашего сегодняшнего рассказа то есть признание невозможности построить достоверную картину мира без исследования хаоса и самоорганизации материи привело к смене научной парадигмы которая и породила меж междисциплинарное направление исследования которые сейчас на русском языке иногда на английском называется с энергетикой вот много на английском чаще называется вот просто монлиния science предметом изучения которые являются процессы хаоса и самоорганизации если немножечко по другой шкале еще сравнить классическую науку и современную науку ну то есть науку классического времени начавшийся слаблась и ньютона и современную то можно выделить несколько тенденций вот в развитии от классической науки современной во первых переход от описания формы к познанию сущности исследуемых процессов и явлений и во вторых движение вот статичные картины мира динамически все когда-то началось с описание классификации вот то есть биологии это была лестница живых существ аристотеля которая была изначально прям совсем неподвижна и вот и дальше ну уже наше время там во времена научной революции в семнадцатом веке там начали появляться живые существа лебница которые например которые уже были в принципе почти неподвижны но на уровне каких-то близких ступеней близких существ уже предполагалось что одни виды могут переходить в другие виды потому что ну как бы наблюдение накапливались и люди видели что какое-то биоразнообразие в природе существует и родство каких-то одних форм живых существ с другими постепенно накапливаемое знание начало приводить к вопросам не только что существует но и к вопросам как она устроена конечно сначала эти были схем это были довольно искусственной схемы потом по мере накопления знаний они становились более и более как бы естественности были были правильными вот потом начал возникать вопрос не только как устроена но как возникает то что мы наблюдаем откуда она в принципе берется вот то есть во-первых на вопрос как они что начали отвечать созданием ну открытием фундаментальных законов разных форм движения материи физики химии биологии 7 законов всемирного тяготения ньютона теория относительности эйнштейна законов на следование менделя периодической системы менделеева по мере накопления научных знаний ответов на вопрос как функционирует и как устроено то что мы видим накапливалось все больше и в конце концов сейчас в наше время это породило идею создание какой-то единой картины мира которая бы объединяла все формы движения материи все науки которые следуют так чтобы из формул одной науки можно было вывести формулы описывающие движение материю другой науки потому что так оно и должно быть если они верны потому что все описывается как бы на основе единой научной логики единых математических правил ну физиков это называется теория всего если у нас из формул одной теории описывающие одну форму движения материи не выводится непротиворечимо формула другой теории из другой науки описывающий другую форму движения материи значит какая-то из них просто неверно потому что этого просто не может быть если они уверены они должны выводиться одна из другой ну вот и тут возникают проблемы конечно ну конечно эта теория всего она вообще не не это него не обо всем это только некоторых физических и астрономических космологических таких уже хорошо известных и проработанных физиками концепциях и областях науки вот то есть до реального всего может быть еще никогда человечество и не и не дозреет вот но и даже в этих фундаментальных областях пока что один раздел физики не выводится не противоречивая из другого раздела физики вот самое классическое противоречие это противоречие между теорией относительности и квантовой физикой там если теорию относительности то спроекцировать на квантовый уровень начинается абсурдное явление там время поворачивает спять и все прочее прочее поэтому находят хотя каждая из них подтверждается экспериментальными данными двумиллионного знака после запятой или типа того но на из другой не выводится и поэтому что-то значит между ними не так поэтому возникает новые теории альтернативные которые могли бы заменить квантовую физику и теорию относительности и таким образом объединить их например теория супер струн вот потом вообще но при этом все вот эти теории они оперируют уже существующим чаще всего они не касаются того как возникло то что они описывают даже в общем-то теория эволюции например она биология описывает эволюцию уже существующих живых систем живых организмов но для зарождения жизни например здесь нужно к это другая теория то есть с теориями появление чего-то во вселенной как бы с нуля там где этого еще не было с такими теориями еще сложнее ну то есть если хотя бы существующие мы можем за ним понаблюдать и из этих наблюдений потом вывести законы развития этих систем которые мы наблюдаем то с появлением этих систем там где их раньше не было вот это еще более сложный вопрос вот но тем не менее для начала мы двигаемся процессе развития науки от вот статичной картины статичным и лестницами существ статичным мирозданием неизменным мы двигаемся все более и более подвижной картине мира через вот лестницу живых существ аристотеля потом через лестницу чуть-чуть менее статичных живых существ лепница потом один кромичной картине мира этими самыми которые начало создаваться французскими энциклопедистами 18 веке, особенно Дени Дедро. Потом к появлению идеи эволюции самой по себе, который специально в своих работах, не опосредованно, а именно специально обратился впервые Жан-Батист Ламарк. Ну и в конце концов это нас приводит к теории эволюции Дарвина. И появление этой теории эволюции, которая ложится в основании всей науки, а такое происходит впервые именно в биологии, вот это появление теории эволюции, оно как бы революционизирует науку в целом. Почему? Потому что оно приводит в научное мировоззрение шкалу времени. Потому что эволюция биологических существ, она направлена и необратима. Со шкалой времени ученые до этого, ну кроме каких-то узкоспециализированных совсем уж областей, ученые до этого никогда не сталкивались. То есть, линейный мир физических систем, описываемых Ньютоном и Лапласом, это был мир систем без шкалы времени. Это был систем-формул, в которых одноправленного движения времени вообще не было заново. Была просто формула, описывающая движение. И все. И это движение могло как быть как в одну сторону, так и в другую сторону. Как какие-то шестеренки, например, могли вращаться в одну и в другую сторону. И только биологическая эволюция оказалась принципиально однонаправленным и необратимым процессом. Ну, мы знаем, почему это практически. Просто потому что чисто статистически накопление мутаций и естественный отбор этих мутаций, на слове которого строится вся эволюция, это процесс статистически просто необратимый. Ну, то есть для того, чтобы вернуть какую-то форму, которая была утеряна в процессе эволюции, эволюция никогда не сможет пройти таким же путем и как бы откатать в правильной очередности. Там эти тысячи мутаций, которые привели к изменению формы для того, чтобы ее вернуть назад. То есть если она и вернет назад прошлую форму, то это будут какие-то новые мутации, какой-то новый путь, который приведет снова к явлению этой формы. Вот. То есть шкала времени в науке появилась в первую очередь именно в биологии. Почему в биологии? Потому что именно биологические системы, они настолько сложны, что их эволюция оказывается однонаправленной и необратимой и настолько сложны, что это бросается в глаза, что как бы при любом соприкосновении с ними, при любом исследовании мы это видим. Так-то в принципе и в физических системах мы можем найти однонаправленность необратимость, только физические системы в большинстве своем, они настолько проще биологических систем, что физики столетиями могли, в общем-то, и обходиться без шкалы времени. И сейчас в общем-то могут обходиться в большинстве разделов физики. Вот. Но это же колоссальная сложность биологических систем. Она, с другой стороны, держала столетиями науку на уровне, как бы, описательной науки. То, что Резерфорд назвал бы «собирание марок», а не наук. Потому что Резерфорд как-то сказал, что есть только одна наука — математика, а остальное — это «собирание марок». Вот. Ну и просто биологические системы настолько сложны, что описывать их на том уровне достоверности, на том уровне, как бы, совершенно фундаментального понимания движения, которое в них происходит, к которому привыкли физики, например, это и сейчас почти невозможно. Вот. Это просто слишком они сложны. Вот. И тут можно даже выделить биологический, как бы, и физический подход, который часто просматривается в работах по биофизике, например. Вот. Ну, сейчас, наверное, оно все больше и больше как раз похоже на физический подход. Но вот еще в 90-е годы, если взять какие-нибудь работы, то там можно было сразу увидеть, кто эту работу написал — биолог или физик. Потому что если это написал биолог, то это какая-то реальная биологическая система, и там какие-то физические принципы и методологии использованы для того, чтобы эту биологическую систему описать. А если это физик написал, то там вроде как тоже в обведении говорится, что это о какой-то биологической системе. Но дальше в статье этого вообще не видно, там просто начинается физика, формулы какие-то. Вот. Ну, то есть такое впечатление, что биологическая система — это там только предлог. Вот. Но есть анекдот такой про сферического вакууме, когда дали этому математику, физику и биологу Грант, чтобы они научились вычислять, какая лошадь победит на скачках. Ну, биолог, он изучил физиологию лошади, построил модель, исходя из её каких-то физиологических особенностей, предсказаний. Всё. Какая из них с какой вероятностью победит. Там математик эту модель сделал на основе математических расчётов её предыдущих забегов. Вот. И тоже сделал как бы такую эту самую модель, которая вроде как статистически предсказывает вероятность победы каждой лошади. Вот. А физик говорит, ну, мне говорит, пока этих денег и времени не хватило, мне нужно ещё три раза больше. Но пока я сделал модель сферического коня в вакууме. Вот. И вот, когда физик делает какую-то биофизическую работу, это получается работа о сферическом коне в вакууме. Потому что уровень достоверности, который требуется физику, он настолько высок, что, будучи приложенным к какой-то биологической системе, он делает её совершенно абстрактной. Ну, то есть, она может быть физически достоверна, но в природе мы никогда такого не встретим. Потому что это супер уникальный частный случай. В природе слишком всё вариативно и подвержено огромному количеству внутренних и внешних воздействий, которые эту систему будут менять, модифицировать всё время. Вот. Ну, а биолог, он может создать какую-то модель, которую мы реально сможем встретить в природе. Но физик скажет, что это слишком низкий уровень достоверности для него, для физики. Ну, в наше время уже, как бы, с помощью Big Data и прочей, прочей, мы можем это рассчитывать. Но, например, нормальная физическая модель функционирования какого-то биологического процесса — это модель, которые нужны до сих пор суперкомпьютеры. И это модель молекулярного уровня. Вроде как моделей, там, этого самого синтеза белка на рибосоме, которую как-то несколько лет назад смоделировали на суперкомпьютере, там, очень долго. Ну, с точностью до каждой атомарной орбиталии. В смысле, с точностью до атома, как это всё происходит. Вот. До физического уровня точности. Там этот суперкомпьютер — только один шаг, либо сумма по РНК рассчитывал много часов. Вот. Потому что это всё сложнее, чем такие там процессы. Вот. Ну, наше время вот эта эволюционная парадигма, которая зародилась в биологии, уже распространилась на общее представление об истории мироздания и распространилась на всю эволюцию Вселенной. И сейчас мы всю эволюцию Вселенной видим, как процесс тоже по многому такой однонаправленной необратимой эволюции, начиная от большого взрыва и через физическую эволюцию, когда образовались, ну, энергия отделилась от материи и образовались первые элементы химической системы Менделеева, образовались какие-то атомы и прочее. Вот. Это вот первые 300 тысяч лет. Потом, кстати, после первых 30 тысяч лет, когда энергия отделилась от материи и Вселенная достаточно остыла, чтобы ядра атомов, протонов захватили электроны и появились первые настоящие атомы. Это называется периодом рекомбинации. Вот. И, кстати, как раз после периода рекомбинации начала возникать та Вселенная, которую мы знаем. Вселенная, все временно разжижающаяся, и Вселенная, в которой все больше не хватает энергии, и в которой начинается конкурентный отбор за ресурсы и энергию, которая ведет всю эволюцию во Вселенной до наших дней. Вот. До периода рекомбинации, до 300 тысяч лет, после большого взрыва, у Вселенной была противоположная проблема. Слишком много энергии и нужно было ее разбавлять. И поэтому сложные структуры не могли формироваться из-за избытка энергии. Вот. Ну, потом дальше планетарм, это космологическая эволюция с появлением солнечных систем, звездных систем, галактик, скоплений галактик и вообще всей этой крупномасштабной структуры Вселенной. После космологической эволюции химическая эволюция на планетах, типа Земли до возникновения жизни, когда начали появляться в этом первичном мировом океане, в первичном бульоне первые органические молекулы, необходимые для самозарождения жизни. Вот. Потом биологическая эволюция на Земле, потом культурная эволюция, эволюция интеллекта, появление ноосферы человеческого разума, который трансформирует окружающую реальность. Это все как бы ступени эволюции, которые можно, в общем, уложить на такой вот один ряд эволюции нашей Вселенной. С появлением все более сложных, все более низкоэнтерпийных систем и с усложнением их в процессе эволюции. Вот. И здесь биологическая эволюция становится как бы отдельной ее ступени, отдельным частным случаем. Хотя все остальные, эти ступени эволюции, ну, может, не все, может, многие из них, они происходят и сегодня. То есть, образуются новые звезды, образуются новые химические элементы в недрах этих звезд. Вот. Может быть, где-нибудь и жизнь возникает снова. Ну, только на Земле, скорее всего, жизнь больше не возникает снова. Но это потому что если возникнет какая-нибудь жизнь на Земле, то ее сразу съедят. Всякая жизнь должна быть более или менее сейчас продвинута для того, чтобы сразу после появления защитить себя. Ну, то есть, ничего нового уже эволюционировать не сможет. То, что совсем не защищено. Вот. И каждый такой новый этап возникновения сложности, он как бы может описываться своими законами, своим разделом науки. И его сложность не совсем редуцируема до сложности предыдущих уровней. Хотя идея теории всего, что мы можем вывести из одних формул совершенно любые другие формулы теоретически, она сохраняется. Но, тем не менее, законы, которые, например, управляют жизнью, не то чтобы очень редуцируемы до физико-химического уровня. Новый уровень. Может быть, они и редуцируемы когда-нибудь в далеком будущем, когда все из всего выведется. Но, по крайней мере, описывать движение материи и законы одного уровня развития с помощью терминов другого уровня развития очень нерентабельно, очень сложно. И это не самый оптимальный подход. Вот. То есть, законы, которые управляют жизнью, лучше всего описываются все-таки законами, которые открыты для живых систем. Вот. И это, по крайней мере, прямо и линейно не редуцируемо до какого-то физико-химического уровня. Вот. Хотя у физиков у них было... у физиков у них было... Были примеры описания космологической эволюции тоже и в прошлых веках. Например, Иммануил Кант, кроме своей философии, он создал всеобщую естественную историю и теорию неба. Концепцию, как возникают солнечные системы из газополевой туманности, которая вращается вокруг Солнца и постепенно агрегирует с помощью гравитации и становится вот отдельными дискретными планетами. И оказалось, это правильно, в общем, в целом. Сейчас так же и придерживается. Вот. И это его всеобщая естественная история и теория неба с эволюцией солнечных систем. Она вышла в 1755 году. Но, как бы, вся физика на этом не была основана. Это все равно были частные случаи. Был другой раздел физики, которым шкала времени была всегда. Опять же, это частный раздел физики, в отличие от биологии, у которой шкала времени, в принципе, в ее эволюционной парадигме, как бы, лежит в основании любого раздела биологии. Только с помощью теории эволюции биология становится наукой, а не грудой скопления фактов. Вот. Ну, сейчас еще, может быть, как бы, в какой-то еще физико-химическую редуцируемую область на уровне макромолекул биологических. Но все равно теория эволюции остается, как бы, основным фундаментом биологии. Вот. А в физике такая шкала времени, она, в основном, была только в одном разделе, в термодинамике. Согласно второму закону термодинамики, энтропия мира стремится к максимуму. То есть, это значит, что энергия рассеивается, сложная распадается до простого. И хаос неизбежно, рано или поздно, должен овладеть миром. И из обычных наших, как бы, наблюдений над простыми системами вокруг нас, вроде бы, как мы видим, что оно так и есть. То есть, там, горячее тело остывает до температуры окружающей среды, там, капли чернил, которую мы капнули в банку с водой, постепенно дефундирует и растворяется, и никогда не собирается назад в каплю. Вот. То есть, тут явно процессы, описываемые термодинамика, действительно, однонаправленные и необратимы. Но, с другой стороны, мы же существуем, и мы видим, что мир пока не спешит заканчиваться тепловой смертью. То есть, в мире все не только распадается из сложного до простого, но возникают, наоборот, еще более сложные структуры. Ну, иначе бы и нашего сознания не возникло. Вот. И это, кажущееся противоречие той реальности мироздания с наполненными им вот этими сложными, сверхсложными, высоко структурированными, низкоэтропийными системами. Вот это вот противоречие такого, видимого нами вокруг мира со вторым началом термодинамики. И, в общем-то, должна решать синергетика. Потому что то, что в нашем мире существуют сложные системы, говорит о том, что существуют в мире какие-то законы, помимо второго начала термодинамики. Не только те, которые приводят к диссипации, разрушению сложного до простого, но и наоборот, те, которые приводят к появлению все более сложных структур из более простых. Вот. И классические теории самозрождения, они, в общем, тоже сейчас более-менее действенные появляются снова в синергетике, на основе синергетического мировоззрения. Хотя они существовали, ну, там, вроде теории опаренные и раньше, но это были, как бы, довольно... Ну, то есть, в каких-то теоретических своих аспектах они были верны, но это были теоретические, абстрактные теории. То есть, это не было что-то настолько цельное и самодостаточное, что мы могли с помощью них смоделировать процесс действительно от начала до конца. Ну, или как-то его воспроизвести в природе. А сейчас такие теории, они нужны даже и в прикладном плане, потому что вот эти сложнейшие какие-то наноструктуры и умная материя, которую пытаются собирать сейчас и синтезировать после того, как это синтезировали в лабораторных условиях, и оно, оказывается, работает и проявляет какие-то невероятные свойства для того, чтобы синтезировать это в каких-то коммерчески адекватных количествах за какую-то адекватную себестоимость, чтобы это реально можно было использовать, чтобы это не был просто какой-то молекулярный образец, созданный вручную под микроскопом. Нужно найти способ самосборки таких структур, нужно найти способ их самоорганизации. Ну, то есть, они слишком сложны, чтобы собирать их молекулы за молекулой как-то линейно. Вот. И здесь вопросы такой вот самоорганизации, они становятся уже прикладными вопросами. Ну, и опять же, там, воспроизводство машинами самих себя, самоорганизация нейронных сетей, будто искусственных или естественных, самообучения. Это все системы, которые... Ой, это все вопросы, которые лежат внутри вот этого синергетического мировоззрения. Внутри мировоззрения, где есть хаос, где есть какая-то свобода в поведении элементов системы. И мировоззрение, в котором простые системы могут усложняться, становиться более сложными. Сами собираться, сами эволюционировать в нужном направлении. В, как бы, социально-политическом мировоззрении мы сейчас эволюционировали до такого синергетического мировоззрения тоже. Потому что, ну, как бы, в видении организации мира людей. Потому что, например, старое научное мировоззрение, чисто позитивистско-детерминистическое, оно, если его перевести на, как бы, язык гуманитарных наук, на язык организации общества, то ему соответствовала бы диктатура. Потому что диктатура предполагает максимальный контроль над каждым элементом системы. То есть, это система такого детерминистически-редукционистского типа, как паровоз, как часовой механизм. И попытка управления такой системой должно отбирать львяную долю ее ресурсов. И, кроме того, такая система, она всегда будет искусственной. А демократическое устройство предполагает естественную самоорганизацию социума с учетом природы, потребностей, каких-то стереотипов поведения большинства людей, которое флуктуирует, которое динамично, которое куда-то эволюционирует, развивается. И этот синергетический подход предполагает умение находить какие-то критические точки просто в организации социума. И если приложить к ним какие-то не очень энергозатратные усилия в нужном месте, в нужное время, в какой-то критической точке, это приведет к тому, что можно как-то направлять в нужном направлении движения социума. Но это как бы мягкое направление движения. Ну и к личностям, которые, например, исповедуют какие-то взгляды и принципы отличные от взглядов и принципов большинства, здесь подход получается чисто статистический. Потому что, ну понятно, если общество здоровое и устойчивое, то они никакого переворота не произведут. А если они произведут переворот, значит он был необходим. Может иначе оно и не было здоровым и устойчивым. Ну и кроме того, статистический разброс мнений, моделей поведения, как и разнообразие признаков популяции, делает систему более устойчивой, нормальную, демократическую, развитую систему. Более устойчивой к внешним, внутренним потрясениям, более лоббильной в плане эволюционных изменений. Вот. Диктатуры же, которые стремятся к тоталитарному искоренению инакомыслия, они как бы, само их поддержание приводит к неоправданным энергозатратам. Ну и здесь эти энергозатраты, они соответствуют закону ПАИТО, так называемому, которое часто мы видим во многих процессах. Например, там, хотим мы изучать какой-нибудь иностранный язык. Мы, например, за 5 лет выучиваем его на 70%. И дальше за 5 лет выучиваем еще на 10%. И дальше за 5 лет выучиваем еще на 5%. То есть результат рано или поздно быстро начинает принимать логарифмическую зависимость от приложенных усилий. Ну и также точно, например, при охлаждении до абсолютного нуля. Ну, допустим, полностью абсолютный нуль никогда не достижим. Можно бесконечно к нему приближаться. И вот энергозатрата и сложность, она будет увеличиваться логарифмически. Все больше при приближении к этому абсолютному нулю. Точно так же и здесь. Искоренение инакомыслия на 80% это столько. Такие-то затраты. Еще на 10% это точно такие же затраты. Еще на 5% точно такие же затраты. Вот. Ну и до конца оно все равно даже при 100% затрате 100% имеющихся ресурсов, оно никогда не будет 100%. Вот. Даже в Северной Корее. Вот. Хотя, свой страх инакомыслия тут есть, потому что диктатура как искусственная система организации социума всегда неустойчива. И это неустойчивость, вызванная отсутствием здоровых обратных связей и здорового изменения в случае необходимости этой системы, вызванная накоплением ошибок в такой несамоорганизующейся жесткой, ригидной как бы механической системе. Это неустойчивость из-за накопления ошибок постоянно возрастает, возрастает и в конце концов она становится достаточно для того, чтобы какой-то небольшой толчок привел к разрушению всей системы. Таким же уровнем сложности отличаются и живые существа, например, от систем, которые созданы человеком. Чем они отличаются прежде всего? Ну, определение жизни мы знаем, чем характеризуются живые существа, способностью самовоспроизводства, эволюционирования и прочее. Но почему вообще живые существа, способные к воспроизводству эволюционирования, например, какие-то искусственные, механические, электронные системы, которые создал человек, не способны? Прежде всего потому, что уровень сложности, уровень организации живых существ несравненно более высокий, чем уровень сложности организации любых систем, которые создал человек. Хотя рукотворные системы, созданные человеком, уже доходят до такого уровня сложности, при котором классические способы их организации становятся проблематичными. Например, у программистов, где просто какие-то гигантские операционные системы, и там, например, могут накапливаться ошибки. И когда, например, программист делает одну ошибку, которая остается незамеченной на 100 строк кода, а там, например, 5 миллиардов строк кода, то уже получается такое количество ошибок, которые в конце концов могут привести к падению этой системы. И поэтому разрабатываются всякие системы вычислений, ориентированных на самовосстановление и прочее, прочее, прочее. Ну, конечно, люди еще и как бы не задавались вопросом создавать системы самореплицирующейся и самоорганизующейся. Ну, то есть, они только начали задавать эти вопросы. Ну, то есть, в 20 веке не было и соответствующих технологий, чтобы по-настоящему это делать. Но если мы сейчас, например, представим себе, может ли такая живая система с тем уровнем сложности, которые у нее есть, быть устроена так, как устроена какая-то искусственная система, созданная человеком, то мы перейдем к выводу, что, скорее всего, не может. Потому что, ну, и с другой стороны, искусственная система обладает таким уровнем сложности, которым обладает живая система, она тоже не может. Потому что такой колоссальный уровень сложности при вот этом вот совершенно линейном назначенном соединении элементов внутри системы, как в наших электронно-механических искусственных системах. Там же ошибки будут накапливаться очень быстро. И эти ошибки, они сразу же станут фатальными. А в живых биологических системах все не так. Там эти, во-первых, они существуют в открытой среде, где постоянно испытывают множество толчков, множество разрушительных воздействий изнутри и вовне, и это их не убивает. Это, наоборот, помогает им совершенствоваться. Они еще только, ну, на уровне отдельных личностей, может, убивают. Но в целом они, благодаря этим толчкам, этим воздействиям, еще только эволюционируют. И становятся сложнее в совершении. Почему? Потому что, видимо, они, в принципе, устроены по-другому. Ну, почему они устроены по-другому? Да потому что они возникли не как человек их создает, не вот этим вот линейным способом. Они возникли путем самозарождения, самоорганизации и последующего отбора эволюции. Это совсем другой принцип организации. Вот. И Здесь для Если мы решим воссоздать вот такую вот систему, как живая система, и даже если мы решим ее по-настоящему изучать, чтобы понять ее вот именно как живую самоорганизующую систему, здесь нам нужно вообще использовать какие-то другие принципы. Те, которые использовали классические технологии, классическая наука. Например, нам нужно оперировать при исследовании таких систем, как самоорганизующихся систем. Мы должны оперировать не только аналитическими методами, но и синтетическими. То есть аналитические методы были фундаментальные, классические методы любых научных исследований. Мы разбиваем наше целое на отдельные элементы и исследуем их по отдельности. Ну, и при этом мы редуцируем живое до неживое. Чаще всего, когда мы делаем отдельные срезы, и когда мы это все разбиваем на отдельные молекулы, в общем, мы уже живое не исследуем. Мы исследуем только отдельные элементы, из которых это живое состояло. А живое – это вообще не эти элементы. Живое – это динамический процесс, в котором эти элементы участвовали. Для того, чтобы нам его воссоздать в его индивидуальном или филогенетическом развитии, как вот такую самоподдерживающуюся и еще эволюционирующую систему, нам, кроме вот этого аналитического подхода, нужен еще синтетический подход. Нам нужно все эти элементы потом собрать вместе. И мы увидим при этом, что вот такие живые системы, они не сводимы к сумме составляющих их частей. То есть, как целое, они проявляют свойства, отличные от свойств суммы отдельных их элементов. И для того, чтобы их собрать все вместе, ну, сейчас вот в наше время это уже, к счастью, проще сделать, потому что сейчас есть моделирование и есть хороший компьютер. Используется, например, моделирование. Если вы поищите биологические модели, моделирование биологии, вы увидите, что, ну, кроме специализированных, конечно, моделей, которые какие-то специфические вопросы исследуют, более-менее обобщенные модели, которые призваны получить какую-то динамику или какие-то структуры, которые реально мы встречаем в природе, то такие биологические модели, они оказываются синергетическими. То есть, там есть процессы самоорганизации, там обязательно есть процессы какой-то хаотической динамики в их основании. Юрий Александрович, тут время перерыва подошло. Можно такой вопрос задать? А как будет ваш зачет проходить? То есть, в каком формате? Я вам раздам этот самый вопрос, билеты по два вопроса в каждом билете и все расскажете, ответите. Ага, хорошо. Это будет, соответственно, на последнем занятии, да, которое как зачетное считается? Ну да. Ага. Спасибо. Мы еще запланируем. Хорошо. Хорошо, давайте перерыв сделаем. Хотя нет, подождите. Тут еще пять минут осталось. Сейчас я до этого договорю, а потом сделаем перерыв. Сейчас. Я его включу. Такое моделирование биологических систем, оно, они, это в большинстве случаев, это уже как бы внутри вот этого синергетического мироззрения методов, внутри вот этой синергетической парадигмы, которая предполагает ограниченное знание об эволюции систем, которая предполагает некоторую свободу поведения элементов систем, предполагает какой-то хаос и предполагает часто уникальные пути самоорганизации этих систем в процессе работы вот этой вот модели. Вот. Это все изучается уже в синергетике. Значит, мы можем синергетику рассматривать как науку о коллективном поведении, организованном и самоорганизованном. Вот. При котором отдельные элементы системы организуются, словно они управляются какой-то невидимой рукой. И с другой стороны, эти элементы системы взаимодействуют друг с другом, сами же создают эту невидимую руку. Это называется циклическая причинность. Вот. И у таких моделей часто они, кстати, несмотря на то, что они звучат чем-то очень масштабным, они часто довольно просты. Проще, чем какие-то физические, классические модели, потому что они должны учитывать, не обязательно все какие-то биологические, физико-химические особенности системы, а только так называемые параметры порядка. То есть, те особенности взаимодействия элементов, которые приводят к самоорганизации. А часто их, на самом деле, это довольно простые взаимодействия между элементами системы, приводят к созданию системы в целом и к их самоорганизации. Часто даже простые, там, апеллетки какие-нибудь, программки, которые на веб-странице можно запустить, и достаточно для того, чтобы этот процесс самоорганизации прошел. Вот. То есть, они оперируют параметрами порядка. Это силы, которые упорядочивают поведение элементов системы, организуя их как целое. Но эти параметры порядка, они образуют циклическую причинность. Потому что в такой системе мы не можем сказать, откуда взялся этот порядок. Потому что, с одной стороны, этот порядок берется от природы и поведения отдельных элементов. И, с другой стороны, когда эти отдельные элементы подпадают под влияние формирующейся системы, их поведение уже не свободно. Они уже подчиняются этой системе как целому. И что тут первое свойство и силы системы как целого, или отдельных элементов, с которых она складывается, это уже сказать невозможно. Это называется циклической причинностью. То есть, иначе говоря, синергетика – это наука о самоорганизации. То есть, самопроизвольном возникновении пространственной и временной порядочности в открытых, нелинейных системах. Здесь вот в самоопределение встроено понятие того, в каких принципах системах может происходить самоорганизация. Только в открытых нелинейных системах. То есть, в системах, обменивающихся энергией, веществом, информацией с окружающей средой и проявляющих нелинейное поведение. То есть, определяющие нелинейной зависимостью от переменных. То есть, например, паровоз или часовой механизм – это, в общем-то, закрытая система. И шестеренки связаны абсолютно однозначными линейными связями, предсказуемыми. Такая система называется «аддитивной». То есть, мы, получив информацию обо всех элементах системы, сможем понять, как работает эта система целиком. А, например, живые системы – это системы, которые называют сложными системами или эмерджентными системами. От «эмердж» – возникать. То есть, это системы, в которых свойства системы целиком не сводимы к свойствам отдельных ее элементов. Вот «живые» системы – это пример как раз открытых нелинейных эмерджентных систем. Нелинейность подразумевает, что какие-то небольшие воздействия, внешние или внутренние, они могут приводить к тому, что система может полностью поменять свое поведение, свое состояние. И нелинейность поведения предполагает многовариативность и неопределенность путей развития. Вот биологическая эволюция. Поэтому она однонаправленно, необратима и, мало того, еще и непредсказуема. Потому что биологические системы эмерджентными. При одном и том же исходном варианте может быть много вариантов путей эволюции такой системы, как и много вариантов путей самоорганизации. И, как правило, на самом деле взаимодействие между элементами системы тоже бывают довольно простые. И мы в биологической эволюции такими понятиями сталкивались. Это конкуренция, например. Это кооперация между ними. Но поскольку биологические системы настолько открыты и поведение их настолько нелинейно, они очень хороший демонстративный пример вот таких эмерджентных самоорганизующих систем. И поэтому, как вот теория эволюции появилась в биологии в первую очередь, ну, как бы синергетика, как non-linear science появилась все-таки у физиков. Потому что это физика, потом у химиков. Ну, скорее у физика-математиков. Потому что они как бы до нее дозрели. Но в плане приложений, в плане примеров биология остается с биосистемами, остается просто с очень хорошим полем, настоящей меркой для рассмотрения вот этих процессов самоорганизации и для рассмотрения живых систем как эмерджентных систем. Вот, ну, в общем, хорошо все. Давайте тогда сделаем сейчас перерыв 10 минут. Вот. Продолжение следует...